Рак Здорово, боделло. Здорово, кушнержов. Привет, rice freeze. Программер 5815. Да, привет. Читал я реквен по мечте? Нет, сейчас читаю Андрея Волоса, предатель. Плохая книга. О, здорово, Леха. Леха, я в Ханты-Мансийске. У тебя заработал сайт? Нужный тебе. О, кому-то оказался нужен одноклассник, и его заблокировали. Я в Ханты-Мансийске, ребята. Случайно оказался в Ханты-Мансийске. Гнойный записал прикольный диск. Но я ожидал, что он потанцует поинтереснее в конце. Чуть как-то он совсем по-гаукиловски, по-серьезному. Чего-то хотелось особенного в танцах в конце. А есть неплохой, хоть и пресноватый. Ну, надеюсь, он там что-то приберег для возможного батла. Мне, кстати, понравился трек Соболева, где он на лошади скачет. Неплохо. Да и все концерты будут точно, скорее всего. Присо-яди. Хотите спросить, как я оказался в Ханты-Мансийске? Лучше вам забыть про Ханты-Мансийске. Про то, как я оказался в Ханты-Мансийске. Здорово, Чи-Чи-Фочо. Ребята, вы слушали «Кровосток последний»? Растекается-то на цитаты. Особенно учитывая ситуацию с Телеграмом, например. И так далее. И вообще внешней политикой. Нет, ребят, до осени ничего не будет. А осенью будет и Волгоград, и все, я думаю. До осени только 28 апреля в конце квартирник в Воронеже. Может быть, какой-то отдельный концык. Со звуком проблема. Не знаю, с чем там проблема. Слышно что-нибудь вообще? Что со звуком-то? Напишите, слышно ли меня? Да, все. Так вот, может, какой-нибудь отдельный концерт еще в июне где-нибудь сделаем. Или квартус в Москве, или еще где-то. А так все осенью. Да, в Петербурге сделаем квартирник. Концерт до осени нет. Я особо по хантам не ходил, но вообще, когда я проехался, напомнило мой пресс Хабаровск. Это осенью почему-то по архитектуре, по логике города. Ничего особенно не увидел. Был тут в столовке универа. Какая ужасная гречка. Олег, какая книга лучше? Про трансформеров? Или ты имеешь в виду книга, которую нам в Сочи дарили, где Масляков на обложке, она лучше, чем то, во что превратился КВН? Блин, да, в Калининград. Я был в мае в Калининграде в 2016. С удовольствием бы еще раз загонял. О, здорово, Варя. По поводу квартирника в Москве есть переговоры. Чуваки нашли какую-то хату, но... В чем вообще прикол квартирника? Я их провожу в тех местах обычных, где я сам живу. Либо в самой квартире я этой живу, либо я ее снимаю в любом случае на один день. Оказавшись в каком-то городе. Либо я хотя бы в этом городе нахожусь сам, и мне ничего не стоит добраться. А если делать квартирник в Москве, то надо до Москвы добираться, Рому тащить. Поэтому в Москве если квартирник будет, то там прям будет жестко по билетам. Я думаю, что под штукарми сделаем билет. Вам оно надо? Да пока организатор, который меня привозил, Вика, она меня больше не зовет в Калининград. Натерпелось. А, вчера как по поводу Уфы, вчера начал смотреть Белого по Уфу, не досмотрел. Ну, кстати, Белый-то нормально там, вроде, стендап. Крупные проекты. Да. Не знаю, не знаю. Фид будет скоро. С одним легендарным музыкантом. С Петербурга. С именем на букву В. Баттлы не раньше октября, думаю. Ну, такие, официальные. В Балканке? В какой Балканке? Я сейчас стал смотреть мозаику Содерберга. Даже историю про это снимал. Мне кажется, интересный будет сериал. Содерберга вообще, это его излюбленная тема, когда кто-то кого-то обманывает, пытается перехитрить, разводит, примеривает маску. И ты сам сидишь, думаешь, кто здесь кого разводит, у кого маска. У него это было в побочном эффекте. Вот. Этого почти не было в Никкербокере. Хотя тоже было, кстати. С батьком, вот это, с братом серия. Но вот мозаика, как будто она будет вся из разводок состоять, мне кажется. Поэтому название такое. Интерактив, спасибо, да. Ну, найди организатора в Калининграде, я с удовольствием приеду. Что ты подразумеваешь, Константин Китаев, под новыми видео? Видеоблоги или видеоклипы? Я только все тяжкие не смотрел. Баты на версии вряд ли будут. Когда-нибудь, когда-нибудь. Пока это не представляется, возможно. Не, я не сдал на права. Но водить умею. Я ездил забирать заявку на Версус в 13-м году, 31-го декабря. Камеру, на которой она лежала, ездил на машине. Вот. Сам. Без прав ехал. Такая была ситуация, да. Да, конечно, в любой Подзелупинск приедут организаторы, чтобы заплатили дорогу, какой-то минимальный гонорар, и пожалуйста. Идеально это еще встроить в какой-то, в несколько город, в несколько огородний тур, чтобы хоть что-то заработать. А так мне не важно, где выступать. Да, нарвать на пятах будет осенью когда-нибудь. Да, Краснодар, моя любовь вообще. Я же в КВН играл здесь в 2009 году. Очень нравится атмосфера города. То, как красную улицу перекрывают. Привет, да, Вевев. Да нормально, я в Хантамансийске. Какое настроение? Я просто как будто прилетел на другую планету вообще. Я только сейчас понял, где это находится, и понял, почему со мной разговаривал чувак, как будто он тоже недавно слушал альбом ТГК и пытается их пародировать. Потому что, кажется, Хантамансийск граничит с Екатеринбургом. Я всегда думал, что это гораздо севернее. Вообще, вот эта средняя полоса, Урал, удивительно, как с севера на юг быстро меняется климат. Буквально там 500 километров от Хантамансийска, по сути, до Астаны. А в Астане, я думаю, сейчас жара, дай боже. А в Хантамансийске снег лежит. Как это? Резкоконтинентальный климат или что это? Привет, Никите Хачатряна. Ну пусть набивает тату, конечно. Где убивал Тис Билд? Пит Тилс. Приведи, поставь, покажи. Да, блин, насчет Билли Миллигана я уверен, что это разводка какая-то. Ну, я все понимаю там про расстройство личности, но такая доскональная работа с материалом, там какие-то прошлые жизни. Ну, то есть, я думаю, что он просто великий актер, который вот в настоящем таком постмодернистском стиле сделал из своей жизни произведение искусства. Что-то якобы он такой мультиличностный. Там большой сговор, я думаю, врачей и биографов и прочее. Да я, блядь, знаю, что Рома Тилс батл МС. Вверху он батл МС бог. Как знаешь, есть Паша плохой, он батлер МС. Рома Тилс это батл МС бог. Ты скажи, где он именно убивал биты, в какой из своих явлений, пришествий. Блин, я не люблю сохранять трансляции, потому что, блядь, я делаю их вот для своих чуваков, а их потом постят на какие-нибудь эти рэп-перископы, что, в общем-то, является нормальной затеей. Рэп-перископ нормальный проект, но туда просто приходят всякие сброды. И для них роза моего, роза моей трансляции цветет. Я давно не смотрел свою игру. Последнее время много смотрю, что ли, когда. А, я к этому стилсам. Ну, посмотрим, посмотрим сегодня. Вчера посмотрел парагринчика. Ну, он стильный, конечно. Мужик, занимайся тем, к чему душа лежит. Только не жди, что у тебя какое-то одно видео тебя куда-то поднимет. Это вообще почти невозможно. Вероятность стремится к нулю. Сделай для себя. Я не знаю, баттлиться буду осенью против кого, я не знаю. Но только на битах. Да, я буду записывать, рассказывать. Я сейчас читаю, как я уже сказал, Андрей Волос, предатель романа. Там есть еще прикольный кусок, где главный герой, которого упекли в психушку, чтобы изолировать как социально опасный элемент в период Олимпиады в Москве. Он, когда уже выписывают, он подходит к телеку, а там закрыты Олимпиады. И все психи собираются вокруг Олимпиады, и подходит мужик какой-то, дед, смотрит на этого Мишку Олимпийского, на этих спортсменов, и такой, это что? Ты вообще не представляешь, не понимаешь, что это. Это забавно. Ну, и там потом весь эпизод описан этого прощания, как психи начинают переживать, что Мишка улетает. Я думаю, что я этот эпизод запишу, наверное. И еще есть рассказ. Мне понравился, я в Телеграм-канал постил, отрывок из него. Рассказ про то, как бабушку наебали с утюгом. Забыл автора. Потом напишу. Нет, чистой эпизодики не выйдет, потому что мне весь этот материал, который может там оказаться, он мне нужен на концертах, как конферанс. Я просто стремлюсь сделать свои концерты интересными, а не просто, блядь. В пол посмотреть, рэп почитать. Поэтому я очень дорожу всеми байками какими-то. Я не хочу их в видео переводить, чтобы они становились вторичными. Я их предпочитаю делиться ими на концертах. Что произошло на батле с диктатором? Ничего не произошло. После батла поговорили. Первый рассказ. Это не рассказ, это роман Андрея Волоса. Волос. Предатель. Ну, это такое. Я люблю такие вот эти романы про противостояние человека советского. Вот этой вот НКВДшной машине. Почему-то мне это не надоедает пока. Кто понравился менторам? Так. Теперь я tenho какой-то drin. Ты, когда ты удивишь. Все, ты думаешь, как я узнаю. Всё, ты прав. subjective没事, что ты думаешь. Снимаешь о своейационе. блокировки телеграма никак не отношусь ничего не заблокировали бред cool аутро о чем ну как ты думаешь о чем первая часть том что вспомню про что я написал но о том что если отбросить все надуманные категории то мы просто приматы вот и счастье это вот смотреть на солнце смеяться и быть рядом с хорошими людьми а не iphone или вторая половинка какая-то выдуманная то есть хорошо найти любимого человека но многие верования людей они абсурдны а вторая половина про то что ни бабки не женитьба не могут быть самоцелью для достижения какого-то счастья с ресторана у нас просто небольшие бизнес разногласия возможно они решатся когда-нибудь что-то не забывайте что-то есть что-то есть что-то не забывайте Бля, точно воркшоп Да, воркшоп надо бы сделать Да, трек Окси, слышал с Локи Мне понравился купить Оксимедовну Спасибо Константин, что за вопрос у тебя был? Постоянно, блядь, про Буковский спрашивают Вы хоть что-нибудь почитайте, кроме Буковский, блядь Только те, кто бухает, можете читать Да, Влад его, Буковский Я не читал почитаем, но я читал только Фактотум Прочел не без удовольствия О, завтра выпыркали альбом, да, интересно У меня сейчас настроение прям его послушать Я что-то рылся, старый трек его слушал И что-то хочу чем-нибудь новенького Че он там подизобрел? Здорово, Ланек Не знаю, я не иждоватого на письме Если бы он так, как Жванецкий рассказывал Было бы отлично, наверное Ну, мне как-то уже кажется, скупым этот стиль Опять же, я помню, что я как-то ехал в поезде И читал подаренный мне Рустемом, моим товарищем из Москвы Тогда еще из Питера Сборник его неизданных рассказов Про какого-то шпиона, у которого была собака Он потом стал русским Еще про что-то, вот, неизданные рассказы Я прочел на одном дыхании Но это был 2009 год Или 2010 Сейчас, не знаю Вот, когда я брался недавно за заповедник Я просто, господи, я не могу это читать Уральский выговор Ну-ка, блин Спасибо, Иван, что отслеживаете Может такое быть Так-то это то, что так, а то он Но уральский-то он Как-то, может, так больше было бы Сложно показывать уральский говор И не скатиться в Кострому Выступил ли бы я на Урганте? Хм Хм Выгодно ли мне это? Берроуза не читал Пирокинезиса Не дойдут руки послушать Салют Норильск Не знаю, чем там заповедник пиздат Здорово, Антон Зверев Да, я бы замутил фиток с лупером Но мне кажется, что он бы сама не замутил фиток Кроули Алистер и Кроули Не А что это, научная фантастика? Блин, ну катит Я не вижу, что в нем такого сверх особенного Нормальный МЦ Ритмически, мне кажется, он отстает немножко От других чуваков с белой чувашей Как-то у него местами он не совсем Не совсем в грув Ну, Редо порой грешит какой-то, может быть, да Вот это вот его бег такой Бег его такой Бег Мегаполиса Я вспоминаю, ранее творчество Редо Там было больше разнообразия Сейчас вот он увлекся такими битами Сон без сна Сон без сна Мне тоже показалось, что немножко он встал Ну, возможно, он хочет добиться какой-то одной эстетики Тем не менее, отдельно один трек услышать Редо всегда прикольно Но вот в данной дистанции Как-то уже настроение начинает меня Вводить в скуку Во, Ноунейм Я хорошо отношусь к Ноунейму Послушал трек с Гоукилой Не приколола Вообще, думаю, что там на альбоме Ноунейма Что-нибудь есть хорошее Он, безусловно, вот он отличается От многих Харизма есть Есть этот Околорегийные Вскрики Мне это нравится А, да, Кроули Таролок, Сатанист, понятно Да, господи Играем умирает Ну, да, спасибо, Джо Мне тоже понравился концерт Наибольший потенциал в плане музыки Ну, так у Ноунейма, я думаю Гоукилы, почему нет Молдаване, темные лошадки Эти ребята знают свое дело Упертые, видно И молодые еще Да и, в принципе, диктатор по своему интересен Но он как-то немножко Остался в старом хип-хопе И ему такая стилистика близка Ну, я что-то слушал даже У диктатора И мне понравилось А, кстати, кардиофлоу Шум мне тоже очень понравилось Ну, и вообще 140 дпм Первый сезон очень сильный И там, в любом случае Почти все чуваки достойны внимания Татьяна, я буду 28-го В Воронеже 28-го Квартирник Записываемся на квартирник На ноготочке на квартирник Насчет нового Frostblood Че? Да че? Да хуй знает че Ждем пиэма Вайпхантер молоток Да, Лера Ну, конечно, есть Я даже про эту книгу говорил В каком-то литературном наезде И в какой-то момент Когда я искал Как назвать этот трек Были варианты Там, школьная тетрадь Legacy был даже вариант Как трек именема Ну, потом решил так Да, как раз курсив Берберов Это тоже воспоминание Это будет воспоминание Пускай Спиздим Пиздить Это хорошо Что-то пить будешь После получения прав, что ли? Три дня Или ты сразу получше Сразу начнешь кататься И просто уверена, что Очень далеко уедешь К 28-му Здорово, Тед Когда планируется Клип на Т Блядь Когда, я не знаю Когда мне удастся уговорить Снимающих Снять его Ладно, пацаны Ючат Давайте Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...